Всем привет! Вы вряд ли задумывались о том, что на Алиэкспресс можно собрать полноценную игровую машину с актуальными комплектующими. И я сейчас говорю не о сборках на Intel Xeon и материнках X79. Эта китайская площадка сегодня дает возможность купить буквально все то же, что есть и на наших местных рынках. А 11 ноября 2021 года пройдет знаменитая распродажа. Можно здорово сэкономить и набрать всякого железа для своего будущего игрового монстра, что я собственно и сделал. Сегодня я покажу вам две классные сборки на Intel и AMD, которые вписались в бюджет до 100 тысяч рублей. Сумма конечно не маленькая, но скажу вам сразу, что на локальных маркетплейсах вы вряд ли сможете собрать более удачный конфиг. Прелесть Алиэкспресс не только в распродажах и скидках, но и в большом выборе комплектующих от разных производителей. А китайские вендоры зачастую предлагают очень выгодные товары. В общем не буду много разглагольствовать, вы все увидите сами. В конце видео я как обычно покажу результаты в игровых тестах, а пока что можете поставить лайк и подписаться на канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Жду в комментариях вашего мнения об итоговой сборке. Ссылки на все железо будут в описании. Начинаем! Как я и обещал, в этот раз никаких серверных процессоров и специфических материнок. Возвращаемся к классике. Сборка на AMD стартует с системной платы от ASUS TUV Gaming B450M Pro S. Форм-фактор устройства Micro ATX. Взял я ее сразу с процессором, о котором чуть позже. Компактный размер нисколько не стесняет данную плату в интерфейсах. На ней расположилось 4 разъема под SATA устройства и 2 под M.2. Максимальный объем оперативной памяти 128 ГБ. Слотов 4. Версия PCI-Express 3.0. Мощная подсистема питания без проблем позволяет использовать здесь все современные поколения процессоров Ryzen. Плата получила неплохое охлаждение VRM-модуля, отдельные радиаторы для чипсета и M.2 разъема. Имеется поддержка фирменной подсветки Aura Sync. На задней панели есть один USB Type-C, HDMI, DisplayPort, а также аудиовыходы, включая SPDIF. Ну и не обошлось без стандартного набора USB Type-A интерфейсов вместе с одиноким комбинированным портом PS2. Для подключения дополнительных вентиляторов или системы жидкостного охлаждения предусмотрено 4 разъема. Кстати, не забудьте заглянуть в наш телеграм-канал. Там мы постоянно выкладываем свеженькие обзоры, топы сравнения и рейтинги различного компьютерного железа и прочей электроники. Ссылку оставлю в описании, переходите и подписывайтесь, чтобы получить доступ к уникальному контенту. В паре с Asus 2 Gaming B450M Pro S шел процессор AMD Ryzen 5 3600X. Более идеального решения в условиях нашего бюджета мне сложно представить. Классический красный шестиядерник отлично зарекомендовал себя в игровых сборках. Да и в условиях работы с требовательным ПО к нему нет никаких нареканий. У процессора разблокирован множитель и базовую частоту можно поднять с 3,8 до 4,4 ГГц. Правда, для таких манипуляций потребуется достаточно хорошая система охлаждения. TDP в 95 Вт уже намекает на то, что боксовый кулер можно выбрасывать сразу после покупки. Благо, в моем случае поставлялась OEM-версия, и башню я докупил отдельно. Конфиг на Intel базируется на материнке MSI B460M Pro VDH Wi-Fi. Это еще одна микро-ATX плата, которую я также купил в сборе с процессором. Характеристики довольно схожи с AMD-шным вариантом, в особенности по части имеющихся интерфейсов. Но задняя панель здесь более бедная, нет Type-C и DisplayPort, а 2,5 ГБ LAN-разъем сменился гигабитным. Аудиовыход SPDIF также отсутствует, если вдруг кому-то важно его наличие. Зато есть разъем для подключения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi антенны, которая поставляется в комплекте. Стандарт контроллера 802 и 11AC. Система охлаждения здесь также чуть попроще. Для VRM предусмотрены собственные радиаторы, а вот для M.2 накопителей придется докупать отдельные. Дизайн максимально строгий и лаконичный. Подсветки нет, текстолит выполнен в черном цвете. Чтобы разнообразить пространство системника, можно подключить светодиодную ленту, для которой предусмотрен специальный разъем Mystic Light Sync. На плате есть LED-индикаторы, которые будут сигнализировать о проблемах при запуске системы и их локализации, если такие вдруг появятся. Компанию материнки составил процессор Intel Core i5-10400F. Один из лучших бюджетных камней от синих. Под капотом все те же 6 ядер и 12 потоков, которые были в конфиге на AMD. Максимальная частота отстает на 100 МГц от конкурента в лице 3600X. Множитель заблокирован, управлять разгоном самостоятельно не получится. За счет технологии Intel Turbo Boost процессор сам понимает, когда ему нужно повысить частоту, а когда наоборот. F-индекс подразумевает отсутствие встроенной графики, которая мне собственно и не нужна. TDP процессора всего 65 Вт, да и в нагрузке он относительно холодный, если сравнить его с красным собратом. Но охлаждать данный камень будет все так же башенный кулер. Боксового в комплекте не было, потому что, как я уже говорил, проц был куплен в сборке с материнской платой. От привычных всем брендов я возвращаюсь к китайским локальным лидерам. Один из таких Вавибо. Компания выпускает блоки питания, материнские платы, модули памяти и устройства для системы охлаждения. Именно их башню я и приобрел. Почти полторы тысячи положительных отзывов не дают усомниться в качестве продукта. За отвод тепла отвечают алюминиевые радиаторы, 6 медных трубок. Доступные версии с разным количеством вертушек. Я, конечно же, взял максимальную с тремя вентиляторами. TDP таким образом составил 150 ватт, а высота кулера 138 миллиметров. Подсветка также предоставляется на выбор. Можно либо взять вариацию без нее, либо указать необходимый цвет свечения. Я остановился на комплектации с RGB подсветкой. Низкий уровень шума – одно из главных достоинств устройства. Даже с тремя вертушками работать за компьютером более чем комфортно. Лишь в максимальной нагрузке можно услышать звуки вращающихся лопастей. Продукты компании Vianida я уже использовал в своих сборках. Вот и сейчас я вновь сделал выбор в пользу их товаров. В качестве модулей памяти были приобретены две планки по 16 гигов с частотой 2666 МГц. Обращаю внимание, что при покупке есть версии специально для сборок на Intel и на AMD. Я взял универсальный вариант. Безусловно, можно было поискать модули с частотой 3200 МГц для красного конфига, но это уже слегка выбивалось из моего бюджета. Существенного прироста производительности я бы в любом случае не получил. Что касается выбранной памяти, то к ней практически нет претензий. Тип DDR4, тайминги 15, 17, 17, 35. При наличии времени, желания и прямых рук можно попробовать разогнать частоту. Кстати, радиаторы здесь не предусмотрены, но пользователи в сети отмечают, что можно спокойно докупить их отдельно или использовать плавники от других производителей. KingSpec – это еще один китайский производитель, который заслужил отличную репутацию. Его специализация – оперативная память, портативные запоминающие устройства и SSD-накопители. Последний особенно популярный на Алиэкспресс. Я остановился на твердотельнике с емкостью 1 ТБ и в форм-факторе M.2-2280. Имеется поддержка NVMe и интерфейс PCI-Express 3.0. Показатели максимальной скорости чтения – 2000 МБ в секунду и записи – 1800. Не дотягивают до топовых решений от Samsung или Western Digital, но этого вполне хватает для быстрой загрузки операционной системы или игровых локаций. Я уже не говорю о разнице в стоимости. Девайсы от KingSpec значительно дешевле, гарантия от производителя составляет 3 года. Покупка видеокарты на Алиэкспресс является, пожалуй, самым выгодным вложением в сравнении с остальными комплектующими. Причем можно найти экземпляр от известных вендоров, вроде Gigabyte или Asus, а стоимость будет процентов на 30 ниже, чем на рынках СНГ. Главное, на что обратить внимание состояние карточки и отзывы о магазине. Рекомендую покупать исключительно новые устройства у надежных продавцов с рейтингом от 90%. Что до моей сборки, я взял для нее видеокарту RTX 3060. Данный девайс позволит спокойно играть в Full HD во все современные игры без каких-либо проблем. Объем видеопамяти 12 гигов типа GDDR6. Доступная аппаратная трассировка лучей в поддерживаемых играх. Реальную картинку в игровых тестах я покажу уже очень скоро. К выбору блока питания стоит относиться максимально строго. В этом плане я советую брать сертифицированные по стандарту 80 плюс устройства, особенно когда речь идет не о бюджетной сборке. Такие в большинстве своем продаются на российской площадке T-Mall. Мой выбор BP от Cooler Master на 700 ватт, что в нем особенно впечатляет. 696 ватт по линии плюс 12 вольт, КПД 85%. Имеется белый начальный сертификат 80+. Конструкция не модульная, уровень шума при нагрузке в 20% 12 дБ, при 100% 41 дБ, что довольно-таки неплохо. Какого-то напряга от звука вентилятора я не испытывал. Габариты стандартные и подойдут для любого современного корпуса. Гарантия от производителя 1 год. Время наработки на отказ не менее 100 тысяч часов. Корпус я также приобрел на T-Mall. Уж больно дорого выходит доставка такого крупногабаритного товара с Китая. Мой выбор остановился на AeroCool Silent, полноразмерном кейсе типа Midi Tower с симпатичной RGB-лентой на передней панели и одним комплектным вентилятором на 120 мм. Всего можно установить 6 вертушек. Место для блока питания располагается снизу, боковая крышка сделана из прозрачного акрила и позволяет наблюдать за внутренним пространством системника. Несмотря на то, что у меня Micro ATX материнка, я не стал брать маленький корпус, который бы ограничивал меня в нормальном охлаждении. Да и продуваемость у большого кейса будет куда лучше с учетом большего числа вертушек и свободного пространства. С кабель-менеджментом тоже все в порядке, места хватает, чтобы аккуратно спрятать все провода. Самое время узнать, на что способна сборка в играх. Тесты проводились в трех разрешениях – 4К, 2К и Full HD при ультра-настройках графики. Как я и говорил, в 1080 пикселях никаких проблем мой конфиг не испытывает – стабильный 60 плюс FPS. Да и в 2К вполне можно поиграть с комфортом. 4К гейминг тоже имеет право на жизнь, но только при консольном фреймрейте в некоторых играх, либо придется снижать качество картинки. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео и вы оцените его своими лайками и подпиской на канал, если по каким-то причинам не сделали этого ранее. Тыкайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов. Пишите в комментах свое мнение о данной сборке, ссылки на все железо, как обычно, будут в описании к видосу. Ну а я ненадолго прощаюсь с вами, увидимся уже очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok